Каппадокия это поистине волшебный регион Турции. Здесь можно отдыхать в любое время года. Наше первое знакомство с ней было зимой и далее в каждый новый приезд она влюбляла нас в себя все больше и больше. Каппадокия конечно славится своими воздушными шарами, футуристическими пейзажами, колоритом, историей. Здесь очень большой спектр развлечений. В прошлом выпуске про Каппадокию я вам рассказывала про инсталокации с бесплатными им альтернативами. В конце видео я оставлю вам ссылочку. Ну а сегодня речь пойдет о вкусной части данного направления. Это кафе и рестораны. А также покажу вам местные отели. На что следует обратить внимание. Посмотрим на два крайних отеля в которых мы останавливались с нашим мнением и отзывами. Ну что если вам интересно и вы готовы поехали. Всем привет меня зовут Слава и вы на канале секреты жизни за границей. Где я пытаюсь рассказывать о том, как живут наши за рубежом. И эти выпуски у нас из Турции. И сегодня мы в Каппадокии. Итак, сегодня я вам покажу четыре заведения, которые на наш взгляд выделяются из общей массы. Первое заведение это лаунч терраса, которая удобно располагается прямо на трассе вдоль дороги к Учхисару. Вы однозначно, понятно, будете проезжать мимо этого места. Здесь довольно уютно, хороший вид на долину и это прекрасное место, как мне кажется, чтобы остановиться и насладиться окружением, хотя бы с чашечкой кофе. На мой взгляд это неплохое место для встречи заката. Второе место это Чинарлы кафе. Оно находится в очень колоритном и пейзажном месте города Юргюб. Эти все городочки находятся очень близко между собой, поэтому если вы, например, на машине, то от города до города дорога у вас займет на минут 10-15. Это заведение довольно просторное, как вы видите, зеленое и очень уютное. Только учтите, что особенность этого региона в том, что заведения здесь открываются довольно поздно, то есть в 10 утра еще мало кто из них будет открыт. Мы все никак не можем найти место позавтракать. Мы уже приехали в третье место, где нас не устраивает ценовая политика и отношение к отдыхающим. Но я надеюсь, что мы скоро будем вкусно завтракать. Назар Бюрек Кафе вы могли видеть в Орле и Решке и в других передачах, но несмотря на это оно по сей день не очень популярное. Это домашнее уютное кафе, где вас встречает на пороге сам владелец. Если честно, мы очень любим такого рода неразрекламированные домашние заведения. Здесь все построено на том, чтобы угодить, причем абсолютно ненавязчиво. Грядки с овощами, из которых вам все блюда приготовят, хороший вид на город, наличие парковки, довольно низкие цены. Да, здесь не супер современно и не лакшери, но этим это место и подкупает. И так мы наконец-то завтракаем. Вот так выглядит завтрак на одного человека за 35 лир. Мы заказали дополнительно гюзлями. Омлет дополнительно заказали, потому что у меня супруг ест только такие яйца. Хлеб, мед и чай. Все домашнее, все вкусное и очень радует, что вот здесь есть огород, где владелец собирает при вас свежие овощи. И вам же это все на стол предоставляет. Давайте посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 Ой, боже, как рано! На отдыхе вторая бессонная ночь Да без проблем! 4 утра И мы ждем, пока нас заберут на воздушные шары В Каппадокии все отели делятся на два типа Это пещерные и, соответственно, нет Данный отель относится к пещерным Особенностью такого типа отелей является то, что в них часто пахнет сыростью Так вот, плюсом этого отеля является то, что здесь этого запаха не было Номер довольно уютный Из комплиментари это тапочки, чай, кофе и вода В номере не было кондиционера, а для зимы здесь есть обогрев Также особенностью таких отелей является хорошая слышимость Поэтому я рекомендую, если у вас есть возможность выбора номера быть дальше от проходимой части Самое важное Позавтракать в Каппадокии вне отеля Вам обойдется где-то минимум 150 лир Поэтому, может быть, будет удобней и логичней, если вы возьмете отель, в котором включен завтрак Плюс также здесь можно столкнуться с тем, что я вам уже ранее говорила, что заведения очень поздно начинают открываться И до 10 утра вы физически нигде не сможете позавтракать В нашем случае мы взяли отель с включенным завтраком и это было правильное решение Привет вам еще раз Хочется пару слов вам сказать по поводу отеля Первый отель, в котором мы будем ночевать, это мио-отель У него очень удобное расположение Недалеко от нас прямо находится смотровая площадка Все в шаговой доступности Это идет, скажем так, отель более эконом-класса Пещерный отель Мы его взяли со скидкой по акции за 36 евро В этом отеле несколько смотровых площадок Несколько террас Он довольно уютный В этом отеле не очень удобная парковка Но это особенность отелей в Каппадокии, потому что они очень густо расположены Также здесь на ресепшене всегда вам предложат альтернативы по развлечениям Везде есть карта, вас сориентируют и подскажут, что где находится Следующий отель это Дизайн Он также находится в Гюроме Это, пожалуй, один из немногих вариантов, когда в реальности лучше, чем на картинке Этот отель выбирал супруг, за что ему огромное спасибо Так вот, отель из неуставших Здесь все очень опрятно, чисто и красиво В этом регионе очень много отелей И они примерно одного похожего направления Например, с системой все включено Или отель с бассейном Здесь довольно редкий зверь И так как основная часть гостей приезжает всего на одну ночь Понятие повторные туристы здесь не очень часто Соответственно, отели не намерены вам понравиться Но в этом отеле прям стараются И сервис здесь очень хороший Отель по понятиям Каппадокии довольно большой Здесь много номеров Несколько террас И очень стильная ухоженная территория Повсюду клумбы У отеля собственное лавандовое поле Крутые фотолокации И бесподобный вид Который с каждым этажом становился все лучше Продолжение следует... Кто настойчивый и хочет покататься на шарах... Это мы! Второй день! и мы ждём, пока нас заберут и вроде бы как неветрено и мы надеемся прям на то, что мы сегодня полетаем вот здесь должны быть шары и мы должны быть на шарах но, видимо, не в этот приезд всё шло против нас мы специально приехали в Каппадок для того, чтобы полетать на шаре это была моя детская мечта несмотря на то, что я уже 15 лет в туризме, мы летали на джетах на чём только можно но на шарики не получалось мы уже несколько раз даже приезжали в Каппадокию но на каждый раз какие-то либо погодные условия нам мешали и этот раз не исключение мы приезжали зимой, приезжали летом сегодня вот мы в этот раз мы приехали в августе то есть самый-самый пик сезона, хотя, ну видите, что я довольно тепло одета сегодня очень прохладно вот, Каппадока это вообще такой регион со своим микроклиматом здесь всегда прохладнее, чем на морских побережьях чем в Анталии вот, поэтому при планировании путешествий учитывайте это по утрам здесь, ну, плюс 14, плюс 16 градусов завтрак в отеле это система шведского стола довольно разнообразной и вкусной кстати, там был очень вкусный кофе что не часто для отелей как я вам уже говорила ранее в августе 21 года в Каппадокии не очень чувствовалось наличие карантина практически все были без масок работали как шведские столы заведения общего питания так и рестораны сейчас мы находимся в дизайн-отеле его забронировал супруг как обычно он выбрал лучший вариант, чем я вот, здесь очень хороший сервис нам понравилась территория отеля вот, очень внимательный персонал плюс здесь много всяких плюшек скажем так, редко для Каппадокии где в отеле есть кондиционер да, он здесь может быть и не нужен потому что всегда, скажем так, прохладнее чем в остальных регионах но все равно, вот, в первую ночь нам хотелось бы его включить, а его не было здесь есть сейф в номере и здесь есть классная штука это у вас в номере прям есть второй этаж такой, скажем так, нижний этаж где можно увидеть какие-то предметы быта которые использовались ранее людьми в этих же пещерах вот, нам сделали апгрейд номера так как мы частые пользователи букинга да, кстати, в Турции букинг не работает его здесь можно открыть только через VPN вот, так как мы бронировали за границей у нас не было проблем вот, а если вы будете бронировать что-то из Турции то учитывайте, что букинг здесь, скажем так, не официально разрешен номер в отеле, если честно, мне прям очень понравился мы часто путешествуем, многое видели в жизни и по работе так вот здесь прям детали в мелочах которые создают очень уютную и приятную атмосферу из комплиментов в номере это чай, кофе, вода также наличие камина, мини-бара и сейфа в ванной принадлежности хорошего качества и с приятными ароматами из дополнительных опций здесь есть велосипед, который мы тоже хотим попробовать хотя, судя по дорогам, здесь везде идет брусчатка так что я не знаю, насколько он здесь адекватен и насколько он актуален, но посмотрим плюс здесь есть лавандовое поле, которое еще молодое но идея и задумка хорошая мы были на лавандовых полях в Бурдуре, в Эспарте это недалеко от Анталии это классное место, я вам в конце оставлю ссылочку вот здесь тоже, я думаю, что за пару лет они вырастут и будет такое дополнительное спот-инстаплейс велосипедами мы так и не воспользовались но знайте, что для жителей отеля здесь есть такая бесплатная опция я думаю, что для жителей отеля здесь есть Всего три удовольствия будет. Второе было друзей, а именно «сможем». Другой номер отель, друзья, в этом году все осталось, только в сайте. Пока мы говорим о комнате. Одним из нас кто-то действует, другим из нас уйдет. Так и смешно. Но отель, в общем-то и в целом, в принципе, в принципе много, так и очень много. И сейчас мы победили. Спасибо за субтитры Алексею Дуброва. я надеюсь что это видео было вам полезным если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые ролики и до встречи пока пока и а и и и и и и и и